МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раннее утро 7 июля. Вместе с сотрудниками уголовного розыска и бойцами Росгвардии патрульная служба следует к месту жительства подозреваемого в мошенничестве. Полиция! Откройте дверь. Откройте дверь. Этим утром операция проходит одновременно по нескольким адресам. Твери, Торжокском районе и в Новгородской области. Задержанные, по оперативным данным, подозреваются в мошенничестве. Их жертвой стал пожилой мужчина с 40-го года рождения. Узнав, что мужчина проживает один, подозреваемые уговорили его продать старую квартиру и приобрести новую жилплощадь. В городе Конаково, в кабинете у нотариуса, был подписан договор купли-продажи квартиры стоимостью 2 миллиона рублей. После проведения всех процедур подозреваемые деньги пенсионеру не вернули. Полицейские выяснили, к совершению преступления причастны четверо человек от 37 до 59 лет. Трое из них не раз попадали в поле зрения полиции. Вы за что судимы были? Это давно было неправда. Это неправда было, что вы были судимы? Да. За что? Ну, такая разница. При обыске по месту жительства фигурантов обнаружены документы на третьих лиц. Николай, скажите, вы работаете где-нибудь сейчас? Сейчас нет. Сейчас карантина. Ну, сейчас карантина вообще где-то. Доход у вас какой? До этого работали. Откуда доход? Строительный. Строительством занимаетесь? Что строите? Все подряд. Можно заработать на такую квартиру, на обстановку? На какую квартиру? Обстановку съемную. Что прибавляет? Это съемная квартира? Сейчас будет прибавлять. И сколько платите за эту квартиру? 8 тысяч. А коттедж продали? Ваш был коттедж? А, тут мое личное, да. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Выясняются все подробности совершенного преступления и причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. В Тверском областном суде близится к завершении судебное слушание по уголовному делу 27-летних жителей Твери и Калининского района Романа Кудрявцева и Павла Говша, чья преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Тверской области. По сути, спецслужбы перекрыли международный канал поставки в Россию крупной партии наркотических и психотропных веществ. Следствием установлено, что Кудрявцев организовал контрабандную поставку наркотиков из стран Евросоюза. Для пересылки наркотиков использовался канал международной почтовой связи с применением различных средств маскировки незаконных вложений. Для осуществления задуманного Кудрявцев привлек своего знакомого, уроженца Амурской области, Павла Говша. Полученные из-за рубежа наркотик, теперь уже подсудимые, планировали распространять через закладки на территории Тверской области. Тверские чекисты не позволили осуществить наркозбитчикам их хитроумный план. У Кудрявцева и Говша изъято в общей массе почти полтора килограмма готового к распространению наркотика. Средняя цена предназначенного к сбыту гашиша, ЛСД и амфетамина превышает полтора миллиона рублей. О вердикте суда мы сообщим в следующих выпусках патрульной службы.